Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире очередное заседание дискуссионного клуба телевидения Казанского Федерального Университета. Я по-прежнему ведущий этих заседаний, меня зовут Юрий Алаев. И сегодня у нас, может быть, кому-то покажется странная тема выборов США. Казалось бы, 3 ноября там будут выбирать президента Соединенных Штатов Америки. Какое, собственно говоря, нам с этого дело? Но на самом деле в политологических кругах, коллеги не дадут мне соврать, довольно давно уже гуляет такая шутка, что выборы в США оказывают влияние на ситуацию в России, на положение в России чуть ли не большее, чем, собственно, наши выборы. Конечно, это шутка, конечно, это некоторое преувеличение, но, как известно, в каждой шутке есть только доля шутки. И от того, кто возглавит страну, крупнейшую, сейчас единственную супердержаву, чтобы там не говорили про Китай, довольно много зависит в экономике России, как она изменится. Элементарно, в курсе рубля к доллару, положению санкционных режимов, их нюансов и так далее. Вот примерно эти обстоятельства и послужили, ну, ключевым, что ли, посылом или набором ключевых посылов для того, чтобы мы пригласили в студию экспертов и попробовали бы разобраться с этим или хотя бы в каком-то приближении понять, что нам, нам здесь, россиянам, и татарстанцам в частности, от назначенных на 3 ноября выборах в Соединенных Штатах Америки. В качестве экспертов доктор политических наук, профессор зав. кафедры конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Андрей Георгиевич Большаков, хорошо известный всем, кто смотрит заседание нашего дискуссионного клуба, доктор экономических наук рядом со мной, профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления экономики и финансов КФУ Гарри Анатольевич Кох и кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений, мировой политики и зарубежного региона ведения, я правильно перечислил? Дипломатический. Институт международных отношений, я дократко скажу, да, Дмитрий Михайлович Каламыц. Спасибо, что нашли время, вы в последний буквальный момент успели в студию, но главное, что успели. И прежде чем мы перейдем к более-менее серьезным аспектам, у меня, уважаемые коллеги-эксперты, вопрос такой, можно сказать, для разогрева, можно сказать, обывательский. Вам лично, вот как людям, не как ученым, не как исследователям, кто больше нравится, кто больше симпатичен, Трамп или Байден? Андрей Георгиевич, вы в центре, с вас и начнем. Хорошо, давайте попробуем. Вот, ну, честно говоря, на мой взгляд, симпатичными, наверное, не является ни тот, ни другой кандидат. И я боюсь даже в чисто человеческом смысле, когда я смотрю на вот эти вот состязания, которые мы называем избирательной кампанией по выборам президента, вот, то что-то в ней есть такого неестественного, отлукавого, то, что не особо, скажем, гармонирует вот с той жизнью, которая идет в Российской Федерации, ну, в частности, вот в Татарстане, да, там, в Казанском университете. И, на мой взгляд, достаточно два странных персонажа, которые вот пробились в американскую элиту в последнее время. Там очень много странных персонажей, вот, но что делать? Это выбор американского народа, значит, они считают, что именно их политические партии, именно эти кандидаты, и должны решить вот этот вот спор, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов Америки. Значит, мы с этим, наверное, должны согласиться. Согласиться и как-то себе выстроить свои отношения, да, на международном уровне? Это уже, да, это момент политики, и, безусловно, Россия в лице государственных органов должна, значит, строить свою внешнюю политику по отношению к Соединенным Штатам Америки, ну, а гражданское общество России должно воспринимать гражданское общество Соединенных Штатов, тем более мы последние годы знаем, что взаимоотношения между странами и между обществами и между политическими элитами отнюдь не безоблачные, скорее, носят негативные характеристики. Об этом мы еще поговорим подробнее. Вообще, конечно, вот я хотел бы поддержать вашу оценку. Меня тоже вызывает вот ощущение близкое к шоку. Ну, гигантская страна, да, 350 миллионов населения, прекрасные великие традиции, да, демократические, политические институты, прекрасно выстроенная, пусть и запутанная, усложненная правовая система. И эта страна выдвигает в лидеры 74-летнего одного претендента, 78-летнего другого претендента. В Конгрессе заправляет 82-летний Нэнси Пелоси. Такое ощущение, что человеческий капитал, то, что мы называем, да, ну, политический конкретно в данном случае, каким-то чудесным образом, загадочным образом, будем надеяться, в безмешательство российских хакеров, да, просто взял и иссяк в этой великой державе. Вот это один из феноменов, который, конечно, или феноменов, кому как больше нравится, допускается, по-моему, и то, и другое. Это поразительно. Игорь Анатольевич, ваши симпатизанты или ваш симпатизант? Я, наверное, поддержу своего коллегу. Ни тот, ни другой не являются симпатичными персонажами. Единственное, что можно сказать в пользу Трампа, это то, что он является более естественным и более осмысленным персонажем, тогда как Байден, это вообще, как мне кажется, на мой сторонний взгляд, это, ну, сплошная фальшивка. Такой мумифицированный, да, претендент? Ну да, то есть человек, который не имеет, в общем-то, своих каких-то, наверное, ни взглядов, ни убеждений. И Трамп, по крайней мере, что-то свое имеет, хотя это абсолютно не делает его симпатичным, но, по крайней мере, он производит впечатление более самостоятельного и более осмысленного человека. И, может быть, более живого, да, более органического. Да, да, то есть он выглядит как вполне естественный персонаж. Да, это интересно, хотя, если посмотреть внимательно биографию Байдена, вы сказали, что он не имеет там никакой позиции, он очень интересный в этом смысле человек, когда он же был в свое время самым молодым сенатором в истории США, при Никсоне, при президенте Никсоне. И у него, как это шутили в Советском Союзе, да, я вот всю жизнь колебался вместе с линией партии. Он там выступал сначала за сегрегацию в школах расу, его потом, его там начали долбить против, по каким-то другим. То есть он своего рода такой политический флюгер. И несчастный человек, у него ведь и в семье достаточно много трагедий. Там и сын старший погиб, они в автомобильную катастрофу попадали. У него у самого чуть ли не 30 лет назад, если не больше, обнаружили аневризму головного мозга. Человек перенес 6 операций, 6 операций. Вроде бы восстановился, но судя по тому, что он постоянно заговаривается, даже сам себя называет кладезем оговорок, или как-то там немножко по-другому по-английски это звучит. Но да, очень любопытно. Виктор Михайлович, подводите итоги оценок персонажей. Да, по отношению к человеку всегда мнение очень субъективно, крайне. Ну, естественно. Да, здесь просто надо исходить из того обстоятельства, что Трамп артист. Я не назвал его шоуменом, он настоящий артист. Есть такие люди в политике, как Берлускони, например, которые захотят появляются, не захотят исчезнуть, как олигархи такие. Он тоже олигарх, который захотел быть в политике. Поэтому он позволяет себе быть личностью, в отличие от политиков, которые выполняют задачу. Ну, поэтому он является таким... Функцией, как недавно выражился один политик. Да, да, не человек функции, а человек, который имеет взгляды. В этом отношении он привлекает к себе сразу внимание. И видно, что это очень волевой человек, боевой человек, который собирается... И себелюбивый человек. Счастливый, необыкновенный. Да, да, да. Собирается в самое трудное время, когда другие растекаются, он, наоборот, собран, сосредоточен, борется. Этим вызывает к себе уважение, как друг, как противник, неважно, как кто. Ну да. Да, мы со стороны наблюдаем, вот потом будем говорить об этом. То есть, назвать его другом в России или проще, это просто язык не поворачивается никак. В этом отношении он привлекателен, как личность именно. Но, конечно, судя по тому, как по стилю его руководства, это, конечно, стиль необыкновенно авторитарный, жесткий. И как с ним там люди работают и выживаются вообще... Да, да, да. Это сложные моменты. А Байден представитель просто именно элиты, как вы правильно сказали. Человек, который не высказывает свое мнение, потому что есть мнение группы людей, которые он должен озвучить. А у него просто свои бизнес-интересы, еще что-то там есть, за ним стоит. Ну, маленький у него бизнес-интерес. По крайней мере, то, что мы видим. То, что мы видим, да. То, что мы видим. В этом отношении они безлики. Спасибо, Дмитрий Михайлович. Спасибо, коллеги. Я поясню, почему я задал этот вопрос о личных симпатиях. Он с небольшим подтекстом. Дело в том, что социологи, российские социологи, замеряют отношения к американским лидерам периодически. В 96-м году Левада-центр проводил соответствующий замер, когда шла кампания, когда Трамп вдруг раз, как черт из машины или бог из машины, по-разному. Да, выскочил и стал. Так вот, 60% опрошенных, ну, считается репрезентативной выборкой, значит, можно сказать, 60% россиян в 2016 году считали, что для России лучше победа Трампа. И только 5% симпатизировали госпожа Клинтон, Хиллари Клинтон. А последний опрос, вот буквально на днях они обнародовали его результаты. Я даже думаю, что вы знакомы с этими результатами. Ну, я просто для зрителей повторю или напомню, что 65% сегодня, да, опрошенных, или 65% россиян, если угодно, полагают, что для России не имеет значения, кто победит на американских выборах. Ну, при этом 16%, да, включая экспертов, которые здесь сейчас в студии, верят, что Трамп будет лучше, ну, чем Байден. А 9%, по-видимому, абсолютно либерально настроенные, опрошенные публики, верят, что Байден будет лучше. Во-первых, фиксируется катастрофическое падение положительных оценок господина Трампа, да, ну, потому что вы помните аплодисменты в Думе, банкет ЛДПР во главе с Жириновским, когда Трамп победил. Откуда взялась эта эйфория? Это для меня по сию пору загадка, хотя объяснение можно найти, да. Но прошли эти три с половиной года, у него еще несколько месяцев в запасе, до, по-моему, 20 января, и мы, политики наши, государственные мужи, наверное, МИД, наверное, еще какие-то службы, и население тоже, да, и народ, вдруг обнаружили, что... А Трамп-то не наш, да, помните логан? Трамп наш, Трамп наш. Ничего подобного, жесткие санкции везде, ограничивают по этому Северному потоку-2, вообще давление беспрецедентное, вообще беспрецедентное, уже приступившие все, по-моему, грани и приличия. Так что, вот так вот все меняется, и теперь рассчитывать на то, что Байден придет, если он победит, мы сейчас об этом поговорим, станет что-то лучше, наверное, все-таки народ мудр, да, когда 65% сказали, что без разницы, что без разницы, но есть нюансы. Давайте о нюансах. Значит, давайте условно поделим, вот на каких-то три подтемы, да, то есть, что изменится в случае прихода, ну, прихода, либо останется у власти того или иного деятеля из обсуждаемых, в межгосударственных отношениях, в экономических отношениях, и что тоже важно, с моей точки зрения, в межелитных коммуникациях, если угодно, вот в коммуникациях, даже на уровне научного сообщества, культурных каких-то контактах и так далее. Давайте, так как большинство всяких агрегаторов там новостных и отслеживающих настроения избирателей в США склоняются к тому, что Байден опережает по разным оценкам на 9,5%, на 10% и так далее, даже в колеблющих США, ну, вроде, все готовятся к тому, что, большая часть готовится к тому, что победит Байден. И мы вот получим так. В том же порядке, если не возражаете, да, Андрей Георгиевич, что по нюансам, вот что с вашей точки зрения, кто нам выгоднее, да, мы будем иметь это в подтексте, да, при обсуждении, при ответах на вопросы, в случае прихода к власти Байдена, что изменится вот по тем позициям, которые я сейчас перечислил. Межгосударственные отношения, экономические отношения, межелитные коммуникации. Ну, вы знаете, предполагать, конечно, наверное, много вещей можно сейчас, когда вот реальный период вот этой политики, да, уже с новым президентом Соединенных Штатов еще не начался. Значит, кто-то из наших экспертов уже сказал, я имею в виду, вот представитель института США и Канады, по-моему, даже господин Гарбусов, который возглавляет этот институт, да, о том, что, значит, в общем-то, это очень милый по отношению к России политик, имеется в виду действующий президент Трамп, да, при этом он проводил одну из самых негативных, наверное, да, вот этих политик, или политических курсов выстраивал по отношению к Российской Федерации. Поэтому, вот, по большому счету, за все, наверное, уже почти, вот там, три с половиной, да, или около четырех лет, значит, ни разу Трамп не высказывался отрицательно. Всегда говорил, что Путин – это хороший парень, да, он бы его похлопал по плечу при личной встрече. Когда он встречался, он действительно пытался похлопать. Вот, он говорит, что… Путин, как опытный дидуэйст, уклонился. Да, да, что Россия, да, безусловно, та страна, с которой мы должны взаимодействовать. И вот если эту риторику взять и вычленить из контекста реальной политики, вот, то можно увидеть, что, в общем-то, Трамп достаточно добродушный человек, вот, который добродушно относится к России, и, в общем, ничего плохого ей не желает. Но, с другой стороны, если мы возьмем и проанализируем, ну, скажем, режим санкций, да, он только ухудшался за весь этот период, да, который мы с вами обозначили. Что касается экономики в целом, то, мне кажется, спасает, вот, коллеги, наверное, более подробно про это расскажут, да, спасает то, что, я так понимаю, товарооборот очень небольшой с Соединенными Штатами, да, и, соответственно, мы особо независимы, да, скорее для нас являются более важными партнерами тут и Китай, и Евросоюз, если... Вот они на европейском театре нас и пытаются задушить. Вот, поэтому, да, но мы видим, вот, политику такая, какая она есть. Значит, что мы очень часто отбрасываем и не принимаем во внимание? То, что мы имеем дело с американской государственной машиной. И даже если Трамп где-то испытывает какие-то субъективно позитивные чувства в какой-либо стране, в нашем случае, безусловно, для нас важна Российская Федерация, наша страна, вот, и, значит, я думаю, что вот эта машина, она просто не дает возможности проявлять, да, какие-то вот чувства и так далее. Ну, а в позиции нашей элиты был явный перебор, банкеты, наверное, делать не нужно было, и мне представляется, что большинство наших все-таки экспертов и аналитиков говорил, подождите, когда победил Трамп, да, давайте посмотрим, что реально этот американский президент будет нам в качестве политического курса, да, или навязывать, или предлагать партнерские какие-то отношения. Вот, ну, в результате мы увидели все то, что даже Байден, да, готов с нами заключать договоры и соглашения, да, а Трамп не готов это делать, да. Ну, в данном случае вы СНВ-3 имеете в виду. Да, 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 вот, то, что вы говорите про Европу, могу только солидаризироваться, потому что это тоже достаточно очевидно, да, тот же Северный поток-2, вот, и все истории вокруг этого, да, там, с господином Навальным, ну, и так далее, и так далее, на мой взгляд, они тесно связаны. Вот, ну, и что касается межкультурных коммуникаций, вы знаете, Россия большая страна, у нее большой военно-политический потенциал, на мой взгляд, к сожалению, да, несравнимая с американцами, да, не в нашу пользу, да, экономика, вот, но, тем не менее, любой американский президент с нами, наверное, будет считаться, и поэтому, вы знаете, здесь, ну, вот, мне кажется, что уже в стране у большинства экспертов-аналитиков, и вот вы показали это на опросе общественного мнения, сложился такой консенсус, да, что нам достаточно все равно, вот, мне представляется, что если останется Трамп, а возможности такие все-таки есть, они минимальные, как вот видится, да, сегодня, вот, нашей площадки, да, когда мы здесь собрались, вот, они минимальные, но тем не менее, и даже если придет Байден, на чем настаивает социология, вот, ну, как социолог по образованию скажу, что, на мой взгляд, во-первых, массовые опросы, они далеко не совершенные, мы видели, что произошло в 16-м году, когда точно так же предвещали, что госпожа Клинтон победит, но те же самые социологи, те же самые американцы, могу сослаться здесь на них, говорят о том, что, значит, Байден более удобная фигура, которая аккумулирует вот эти протестные настроения американцев и собирает их против Трампа, и Байден гораздо более популярная фигура, чем Хиллари Клинтон, вот, но это касается, опять же, американского общества, да, что касается российского общества, то мне представляется, что это все-таки вторичная реакция, нам нужно реагировать на наших политиков, вот, так или иначе, да, это уже люди сами решают, как им это делать, вот, а что касается американских политиков, ну, да, они есть, и с любыми мы будем выстраивать определенную линию поведения, как на уровне государства, так и на уровне общественных отношений. Ну, для того, чтобы выстроить определенную линию поведения, надо, чтобы вторая сторона или другие стороны, скажем по-другому, были готовы хоть к какому-то диалогу, да, безусловно, а судя по некоторым последним заявлениям, там, опять шок, кто-то в чьи-то такое с нами просто уже говорит, да мы не будем разговаривать, и Лавров в ответ, обиженный Лавров, 75-летний, вдруг обиделся, я не знаю, санкционированно обиделся, несанкционированно говорит, а мы тоже тогда съездим будем разговаривать, вот что, вот что на самом деле тревожит. Вот видите, что мы, что мы наблюдаем, мы наблюдаем консенсус антироссийский в американской политике, да, да, вот мы с вами можем перечислить ряд проблем, по которым кандидаты от двух партий, вообще партии эти политические две, основные в Соединенных Штатах, они не схожи, да, вот, они ругаются по каждому из вопросов, да, но схожи, удивительно, они в антироссийской политике, да, вот, и демократы забывают о том, что надо ругаться с республиканцами, как только видят тот момент, где можно как-то обидеть Россию, да, назвать ее какими-то нехорошими словами, или предпринять какой-то жест, да, пусть даже символический, вот, и то же самое делают республиканцы, вот здесь и те, и другие достаточно едины. Хорошо, вопрос начался с того, мой вопрос, я имею ввиду, вот, что изменится, если Байден придет к власти? Да, мне представляется, что особо ничего не изменится, потому что политический курс Соединенных Штатов по отношению к России будет жестким, все будут считать, что, значит, американский эстеблишмент, в том числе, демократический, вот, что Россия пошла дальше определенной, там, красной черты, вот, она грозит новыми видами вооружений, как считают американцы, вот, она проводит свою политику, ну, хотя бы на постсоветском пространстве и в странах, которые к нам приближены, вот, находятся около наших границ, и мы очень часто пытаемся, ну, значит, совершенно противоположные какие-то делать политические и экономические вещи по отношению к американцам, вот, это все, значит, безусловно отслеживается, и это не вызывает каких-то позитивных эмоций, поэтому, на мой взгляд, значит, жесткий курс сохранится и при, значит, том, что, ну, есть небольшие шансы, что Трамп останется на своей должности, и про то, что говорит социология, говорят сегодня большинство экспертов, и это придет Байден, вот, я думаю, что, может быть, политика немножечко изменится, но она будет точно такой же жесткой и которая будет направлена на, в общем-то, ну, реализацию антироссийского интереса. Вот это я думаю. И они, и эти ребята не сидят без дела, правда, да? Вы упомянули о том, что им не нравится, что Россия проводит какую-то самостоятельную политику на полсоветском, пытается, во всяком случае, проводить, да, в близлежащих государствах, ну, наверное, к ним приходится с определенной натяжкой отнести и Сирию, и Ливию. Мы пытаемся же там влиять на ситуацию, вне всякого сомнения, но и они не сидят без дела, да? Многие говорят о том, что Кыргызстан, Нагорный Карабах, там что-то шевеление в Казахстане, какие-то Таджикистан, там тоже, что кто-то там немножечко подсушивает хворост на наших южных границах и может осложнить нам жизнь таким образом, нам, в том числе всем, нам, да, простым россиянам, когда возможности экономики не безграничны, тем более возможности российской экономики в современном ее положении. Мы перейдем, Игорь Анатольевич, с вашего позволения, я немножко поменяю, да, давайте с политическим, как говорится, вот блоком все-таки развяжемся. Что вы скажете по этому поводу, Дмитрий Михайлович? Байден, Прамп, что, как изменится? Вопрос такой прозвучал, что изменится, если Байден победит. Да. Ну, исходя из итога, можно сказать, что отношения ухудшатся. Несмотря на то, что они сейчас на самом низком уровне вроде находятся во многих вопросах по ограничению стратегических ядерных вооружений, по санкциям, санкционной политике, но они ухудшатся не напрямую, а косвенно из-за политики, которую будут проводить элиты, стоящие за демократами. Дело в том, что с одной стороны демократов, пришедших к власти, ну элиты демократические, будут развязаны руки, они могут себе позволить и жесты положительной стороны России, их никто не будет за это критиковать и требовать импичмента, как от Трампа требовали. То есть Трамп был ограничен в том, чтобы даже шаг в сторону России сделать и просто посмотреть, даже косо в сторону России. Демократы от этого освобождены. То есть могут они, теоретически, могут предложить России какие-то соглашения, никто их за это не укорит. Но сама по себе эта группа, это же группа глобалистов, они будут продолжать свою политику глобалистскую. Мы помним, чем они закончили в 2016 году. Это была просто истерика по поводу событий в Сирии, истерика по поводу событий на Украине. И знакомясь с литературой, анализируя некоторые тексты, которые появляются в американской печати, в европейской печати, я не нашел ни одной свежей мысли, ни одной новой идеи у глобалистов по поводу изменения их политики в будущем. То есть ничего совершенно не изменилось. А стратегия и тактика у них одна. А на стратегии сливается с тактикой. Это война. Война по всему периметру возможных противодействий политике глобализма. А это прежде всего... Война в буквальном смысле слова? Война в буквальном смысле этого слова. Как развязанное в Сирии, как развязанное финансирование ИГИЛ и так далее. То есть вот события, происходящие, например, в Карабахе, укладываются вполне в эту схему события, происходящие в Белоруссии. И если демократы придут к власти, то у меня такая неуверенность, но ощущение такое есть, что политика в данном случае, прерванная неожиданным появлением Трампа в 2016 году, продолжится. И разворачивание войн продолжится, потому что они ничего не могут предложить. Может быть, будет корректировка в сторону американского народа, который высказался уже однажды против глобализма. И тогда они могут немножко смягчить свою позицию. Что вы имеете в виду против глобализма, когда Трампа выбрали? Хорошо. То есть совершенно оголенная американская экономика, беднеющий народ требует в себе все-таки внимания. Может быть, это немножко укоротит пыл демократов, не знаю насколько. А так в целом у них очень благоприятная обстановка складывается по периметру. Государство Лемитрофы, Прибалтика, Польша, теперь еще Украину подключает. Полностью включился в эту политику Эрдоган. Ему позволяют делать все, что он хочет, лишь бы только он выступал против России. Он может ругаться и грозить Франции, Греции, Саудовской Аравии, всем кому угодно. Может даже грубить американцам. Это ему все позволено, лишь бы только он был острием против России нацелен. Ситуация в Азербайджане, соответственно, складывается против России. В Армении тоже пока неблагоприятно. То есть у глобалистов появляется прекрасная возможность по периметру России развязывать войны. И они не побоятся, сейчас поскольку аналитики многие об этом говорят, не побоятся натравить на Россию определенные государства. То есть война в границах России их интересует. Они сами в нее вряд ли включатся, конечно же, естественно. Но заставить Россию воевать, тратить ресурсы, зажигать по огромным границам России, Среднюю Азию, Кавказ, Белоруссию. Но Украине продолжать свою политику они будут. То есть в данном случае в геополитическом отношении ситуация будет таким образом разворачиваться. Косвенно, то есть. Косвенно. А напрямую у нас могут быть даже соглашения по поводу РСМД. Могут быть даже соглашения по поводу смягчения санкций. Но это будет компенсировано, сверхкомпенсировано напряжением на границах. Спасибо. Это очень такой, я бы не сказал обнадеживающий, но детальный анализ. Вы упомянули, что американский народ единожды в 2016 году, выбрав, сделав ставку на Трампа, высказался против глобализма. Просто, опять же, для аудитории ТВ, Ютьюба и так далее. Понятно же, что Трамп, наверное, на самом деле антиглобалист. Интуитивный, нативный, как угодно можно называть. Или это следствие позиции определенных промышленных групп, которые Трампа поддерживают. То есть, реальная экономика, реал экономик. И Трамп, придя к власти, несмотря на то, что действительно там существует мощная машина, которая оберегает от крайности, сдерживает, демпфирует какие-то вещи. Тем не менее, он умудрился выйти из Парижского соглашения по климату. Он умудрился, значит, выйти из ВТО. Он умудрился поссориться там, к черту и матери, с ФРГ, а вы увеличиваете затраты на содержание НАТО. Он учинил очень чреватые, между прочим, торговые войны с Китаем. Потому что там тоже, может быть, поворот самый интересный. Но при этом, да, он политик антиглобализма. Все, Apple выводит производство с территории, Google выводит свой, то есть он возвращает производство на территории США. Это национальная экономика, это попытка. Он снижает налоговую реформу, по-видимому, самое главное, что ему удалось за эти три с половиной года. Он снизил несколько налоги на корпорации для того, чтобы стимулировать деловую активность. Посмотрите, как реагирует фондовый рынок. А Байден глобалист, да, то есть при Байдене мы рассчитываем, вернее, он рассчитывает, да, и те, кто симпатизирует этой такой идеей, да, наладятся контакты с теми, с кем он поссорился. Трамп, да, то есть прежде всего страны ЕС, по-видимому, возвращение в климатическую, в эту самую хартию, что-то еще, и мы получаем в результате консолидированную Европу против России. Уже нет таких вот где-то разбросов. И на этом фоне, да, действительно, какая разница, подпишем мы там этот договор, согласимся мы заморозить свои ядерные потенциалы на год. Это жест одновременно ведь и в сторону того. Если можно, вот я добавлю здесь одну реплику. Вот давайте посмотрим на состояние, например, вот того же Трампа, той же американской экономики в начале 20-го года, да, когда не было вот этого коронавируса, да, ведь совершенно другие прогнозы давались, да, экспертами, аналитиками, да, и говорили, что, значит, Трамп сделал очень много, да, именно во внутренней, да, политике Соединенных Штатов, и, соответственно, если мы будем брать ту же социологию, да, пресловутую, вот, то даже те социологи, которые работают в основном в сторону демократов, ну, так вот сложились социологические исследования, да, Соединенных Штатов Аммики, но это отдельный разговор. Социологические так сложились, медийные так сложились, все под их контролем. Да, 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 вот это все в пользу демократической партии. Тем не менее, там шансы кандидата-демократа рассматривались совершенно по-другому. Потом прошел вот этот вот период, да, ну, скажем, полугодовой, вот, и он совершенно изменил реальность. Реальность изменила пандемия, ковид-19, да? Да, конечно, конечно. Вот, а второе, с чем я, собственно, и не соглашусь с коллегами, да, вот, значит, по поводу того, как работает Трамп на постсоветском пространстве. Да, его не видно, да, его не слышно, да, он очень смешно рассуждает о проблеме Нагорного Карабаха, потому что все, кто знает хотя бы чуть-чуть, да, эту проблему, вот, он, соответственно, никогда такие вещи говорить не будет, да, но это мы все видим постоянно, показывают, вот, смотрим, я думаю, что здесь нюансы можно найти, но ведь, понимаете, как, полыхнул-то постсоветское пространство уже сейчас, а никаких демократов нет у власти, да, вот поэтому я настаиваю на том, что в сфере такой антагонистической политики против постсоветского пространства и России, которая стоит, как бы, во главе этого пространства, да, Соединенные Штаты работают всегда, ну, возьмите ту же самую Белоруссию. Да, мне кажется, в Киргизии, в Карабахе там другие факторы, там, действительно, вот Карабах брать, там Турция на первом планете, я соглашусь, да, вот, это понятно, вот, но посмотрите, что делается в Минске, да, когда власть отключает интернет, вот, и, значит, этот контент собирают на территории Минска, переправляют его в два посольства, значит, которые являются польским и американским, потом в Польшу переправляют контент, там делают телеграм-канал и переправляют назад это в Белоруссию, да, опять это без американцев, вот, хотя я думаю, что это делает, действительно, вот эта американская машина, да, ее элементы, ее люди, вот, а отнюдь не господин Трамп, и, может быть, ему даже о чем-то не докладывают, да, вполне вероятно, поскольку, ну, владеть всей ситуацией в любом уголке мира, я думаю, что не может ни один американский президент. Да, я, только уж мне этот, да, 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 я просто хочу отметить, что здесь противоречия нет между нами, потому, что я говорил о затратах на войну, которые Америка будет делать во главе с Байденом. Больше? Конечно, однозначно, они будут напрямую тратить деньги на войну, Трамп деньги считает, а они будут тратить, вот в чем разница, я вижу, только исключительно, а не потому, что там... С этим я тоже слышу, что они... Окей, спасибо, спасибо за уточнение, ну, мы подбираемся уже к сугубо экономическим вопросам, да, и тут тоже целая куча нюансов, вот, я зацеплюсь за выражение, ну, за реплику Дмитрия Михайловича, что Трамп деньги считал, ну, он бизнесмен, вообще-то, да, ему положено деньги считать, хотя он четырежды, по-моему, да, перенес банкротство за свою, там, бурную бизнес-жизнь, но, тем не менее, а Байден будет тратить. Поправьте меня, Игорь Анатольевич, если я сейчас с фактурой ошибусь, по-моему, где-то я читал, и не в одном источнике, что, когда стало понятно, что COVID-19 – это пандемия, и нужно было поддержать как-то экономику. Федеральная система, резервная федеральная система США имитировала, вот, за прошедшие, там, 12 или, там, 10 месяцев столько же эмиссии долларов, сколько до этого имитировали за 20 лет. Нет, не попадалась вам такая статистика? Нет, меньше, конечно. Но, тем не менее, ведь огромный массив эмиссии. Да, это не только в этом году, это происходит из года в год, начиная с 2008 года, в большей или меньшей степени, да. То есть, каждый очередной кризис, с чем бы он ни был связан, чисто финансовый это кризис, или кризис, вот, связанный с пандемией, он заливается очередной порцией долларов. Вот. Ну, если говорить о том, что изменится в зависимости от того, кто победит на выборах, я бы начал вот с чего. Вот, по моему глубокому убеждению, поскольку политика является концентрированным выражением экономики, то давайте я тоже начну немножко с политического вопроса. Я считаю, что в американских элитах, да и, наверное, в народе тоже, за последние, там, 20-30 лет сложилось и абсолютно укрепилось понимание себя как исключительной нации, о чем прямо было заявлено президентом Обамой в свое время, что вызвало немалое, так сказать, обсуждение по всему миру, но, по сути, он высказал то, в чем убеждены американские элиты, что они являются исключительной нацией, исключительной страной, и им все позволено, и они имеют право на все. Вопрос только в том, как они собираются реализовывать это понимание. А им оно зачем? Ну, хорошо, я убежден, что я краше всех, дальше что? Я должен давить всех остальных? Это значит, что они... Вытекает это? Вытекает из этого то, что они имеют право на все, что они пожелают, на все, что они хотят, все, что им нравится. Они имеют право заставить любого делать так, как им выгодно. То есть, отстаивать свои интересы любыми способами. Да, причем интересы эти могут быть абсолютно, так скажем, выходящими за пределами любых законных понятий, то есть, мое является приоритетом, нас вообще ничего не интересует, что происходит с вами. Это мое. То есть, мы исключительная нация, мы имеем право на все. Вопрос, как реализуют вот это понимание в экономике, в политике условные демократы, условные республиканцы. Вот Трамп реализует это, как мы уже убедились за последние 4 года его правления, через нарушение любых договоров, расторжение любых договоров, которые он посчитает невыгодными для Америки. Хотя мы понимаем, что любой договор, это и есть взаимное ограничение, это некий компромисс. Да, то есть, мы... Непротивление сторон, да, как шутили по другому поводу. Продукт при непротивлении сторон, да. Согласие, есть продукт при непротивлении сторон. Значит, что мы видим? Американцы не готовы, не хотят и не считают для себя возможным себя в чем-то ограничивать, согласовывать с кем-то свое поведение, ну и, соответственно, договариваться вообще с кем-то о чем-то. Ну, то есть, нам пришло в голову, что нам это нужно, и все. Никакая система договоров нас не сдерживает. А это делают и это будут делать и демократы, и республиканцы. По моему глубокому убеждению, просто в силу вот этого консенсуса исключительности. Трамп оправдывает свои действия экономической целесообразностью или нецелесообразностью, а демократы будут это оправдывать политической целесообразностью, необходимостью продвижения демократии, толерантности и всего чего угодно. Но делать они будут то же самое. Второй момент, уже чисто экономический, который отличает демократов и республиканцев. Они видят разные способы обеспечения экономического благополучия Америки. Трамп, ну и, скажем так, условная та часть республиканцев, которая за ним стоит, считают, что экономическое благополучие Америки основано на ее промышленном потенциале. Не зря же лозунг «Make America Great Again» означает в том числе возвращение производства на территорию США. Потому что именно тогда, когда Америка стала крупнейшим промышленным производителем мира, она стала великой страной. И именно поэтому она стала великой страной. Не потому, что она стала великой демократией, и не потому, что она стала финансовым центром. Как они удачно использовали две мировые войны, да? Замечательно. После Второй мировой войны Америка осталась единственной промышленно развитой страной, которая не пострадала практически от войны. И после войны, в конце 40-х годов, Америка производила 50% мирового ВВП. То есть 50% всего производства мира было сосредоточено в Америке. А если взять, так скажем, высокотехнологичные производства, наверное, даже еще больше, чем 50%. И вот в этом Трамп видит идеал ситуации, когда Америка является мощнейшей производящей экономической державы, и на этой основе может диктовать свои условия всему остальному миру. То есть он видит в этом ситуацию, когда с ним вынуждены будут договариваться на его условиях. Демократы видят ситуацию совершенно другим образом. Они считают, что Америка должна обеспечивать свое благополучие просто за счет эксплуатации своих вассалов. Потому что союзников у них нет и быть не может, они же исключительные. У них есть вассалы, зависимые территории, куда можно вынести производство, куда можно инвестировать свои капиталы и, по сути, жить, как они пытались жить последние 20-30 лет, за счет экспорта капитала. Экспорта ничем не обеспеченных денег? Естественно, да. То есть за счет финансового капитала, при этом оставив производство на внешних, но подконтрольных территориях. Проблема в том, что если они утратят контроль... Как Владимир Ильич все-таки был прав, да, когда писал о смене на вывоз капитала, да, вот империализм как последняя стадия капитализма? По сути, да. То есть они вывозили капитал, а сами жили, грубо говоря, на проценты с этого капитала и предоставляя финансовые услуги. У нас тоже многие живут на ренту в России, да, но мы сами себя доим, а они доят внешний мир. Безусловно, безусловно. Соответственно, если снова придут к власти демократы, они вернутся к вот этой своей политике. И выражением этой политики экономической будут, кстати, и войны, о которых коллеги говорили, потому что через войны можно получить доступ к ресурсам, доступ к территориям, доступ к контролю над государствами соответствующими, а это им нужно. Ну и попутно спалить часть навеса вот этих вот деривативов на деривативов, почистить. Трамп почему, когда пришел к власти, в первую очередь сказал, что я буду прекращать войны, я буду выводить войска, ему это не нужно. Извините, ремарка маленькая. И, кстати, в отличие от Обамы, который получил Нобелевскую премию мира, развязав 4 войны, Трамп никуда не сунулся в этом смысле. А ему это не нужно. Он хочет развивать Америку и доминировать именно экономическими методами. Они хотят доминировать финансовыми и военными. Методами. Опашные ребята. Безусловно. Но во главе угла стоит вот эта убежденность в своей исключительности, из которой проистекает абсолютная наглость во всех мировых делах. И что еще страшнее, абсолютная недоговороспособность. То есть с ними нельзя ни о чем договориться, потому что в любой момент они от любых договоров откажутся. Ну, кроме как с позиции силы, да? Понятно. Понятно. Ну, это уже, извините, это не договор, это взаимное принуждение. Взаимное принуждение. Ты, говорит, сейчас расслабишься и получишь удовольствие, соглашайся. Да? Именно так. Политическое насилие, назовем это так. Значит, поэтому с экономической точки зрения, с экономической точки зрения, России не стоит ожидать никаких плюшек ни от Трампа, ни от Байдена. Санкции будут продолжать действовать и будут продолжать вводиться дополнительно, если американцы найдут способ ввести их... Извините, что перебиваю, но у них уже кончились, у них единственное, чего нет, это запасы санкций, они все уже сделали. Если они найдут возможность ввести эти санкции безболезненно для себя, или, скажем, за счет своих союзничков, они это будут продолжать делать, потому что и те, и другие в этом заинтересованы. Да, действительно, если придут демократы, придется воевать. Тут я согласен с коллегами. И это, конечно, гораздо худший вариант, чем просто экономическое противостояние с Америкой Трампа. Правда, я бы, наверное, сделал одно уточнение. Демократы в качестве своего главного геополитического противника, они еще не определились, кого они видят, то ли Россию, то ли Китай. И Китай им, пожалуй, даже более несимпатичен, чем Россия, и вполне возможно, что часть, по крайней мере, своей энергии и ресурсов, в том числе военных, они будут тратить на противостояние с Китаем, а не с Россией, разжигая, соответственно, войны по границам Китая, а не только по границам России. А потом Тайвань опять станет формозой. Да, и в Индии уже на индийско-китайской границе происходят столкновения время от времени, и в Южно-Китайском море все время разжигаются взаимные претензии соседних государств, ну и так далее. Поэтому от демократов в этом смысле, конечно, ничего хорошего ждать не стоит. В этом смысле Трамп несколько более выгоден, потому что противостояние с ним носит менее военный характер, более экономический характер. Но в завершении своего выступления я бы вот хотел что сказать. Самый худший вариант из всех возможных, это если эти выборы закончатся реально гражданской войной. Там. Да, ну здесь-то они не закончатся гражданской войной. А там есть вероятность того, что результат выборов станет спусковым крючком для начала крупномасштабных каких-то гражданских беспорядков. Это такой горячий момент, мы немножко попозже к нему вернемся, давайте. У меня два уточнения. Если и когда, как вы говорите, вот американцы начнут какую-то военную авантюру, вы полагаете, что они сумеют обойтись только силами вассалов, сателлитов, или им придется включать и свою военную машину? Ну, смотря, конечно, какого масштаба и насколько прямо эта авантюра будет связана, скажем, с Россией или Китаем. Понятное дело, что войну типа иракской, ливийской, они могут вполне начать и собственными силами. Нет, вот тут как раз они могут свои собственные силы использовать, потому что это не прямое столкновение с российской или китайской армией. То есть, если они будут разжигать войну непосредственно затрагивавшую китайскую или российскую армию, вот тут они сами, скорее всего, не полезут. Так же, как в свое время, в 2008 году, они же не полезли в грузинскую войну. То есть, они натравили грузин на Южную Осетию. Потому что был шанс столкнуться напрямую с Россией. Я почему об этом спрашиваю? Потому что я согласен с тезисом о том, что американские элиты здесь имеют консенсус двухпартийный, пятипартийный, какой угодно. В том, что касается самоощущения или самосознания своей исключительности, своего права диктовать миру, своего права определять не только свои интересы, но что должно быть интересно, допустим, немцам и так далее по всему миру. Вопрос ведь в чем или нюанс в чем, насколько, с вашей точки зрения, я ко всем обращаюсь, если у кого-то будут какие-то уточнения, комментарии, насколько вот это самоощущение элиты распространено в обществе? Есть хили-били, есть реднеки, есть средний класс, который, как Андрей Георгиевич заметил в самом начале, нищает уже, да, за многие поколения мы пришли к тому, и вы тоже об этом говорили, что следующее поколение стало жить хуже предыдущего. И это уже, по-моему, второе или третье поколение у них происходит, невиданно. И с этим, вот возникает другой контекст, с моей точки зрения, насколько в результате они, элиты элитами, да, деньги деньгами, пушки пушками, насколько они будут готовы или получат поддержку вот в широких, как принято говорить, слоях общества. Мы же помним, что происходило с Вьетнамской войной, да, с вмешательством во Вьетнам, когда, в конце концов, это движение пацифистов, движение отказников, ну, там уж не будем перечислять персонали, были достаточно известные персонали, которые все... И не повторится ли ситуация? Они ведь, в отличие от многих, не буду персонально указывать, от каких там стран, государств, очень беспокоятся по поводу того, что вот чьи-то жизни, кто-то там гробы пойдут, грузы 200, и вот так вот все может воронка закрутиться. Да, вы хотите что-то давать, да? Да, здесь, отвечая на ваш вопрос, Илья Павлович, здесь сложная обстановка совершенно складывается в США, по моему мнению. Может, меня коллеги поправят. Дело в том, что мессианство свойственно такому фундаментальному протестантизму в значительной степени. Да, у ВАСПы и есть основы Белой Америки. Да, но с другой стороны, эти фундаменталисты в значительной степени изоляционисты. А демократы, которые выдвигают, выплескивают мессианство во внешний мир в любом виде, вплоть до войны. Они все граждане мира. Да, они внутри США поддерживают слоями, которые к мессианству не имеют никакого отношения, ни мировоззренческие, ни мировоззренческие. Вообще. То есть, в данном случае мессианство демократов висит в воздухе. Это чисто политически элитарное. Извините, великодушно. Вы уверены, что они ощущают свое мессианство? Или просто желание хорошо жить, набить карманы? Я упрощаю, конечно. Это элитарная концепция, концепция элиты, как в Польше. Ведь Польша же не русофобская сама по себе, как в целом, как страна. Я не вижу, как государство, как страна, как люди. Там другие настроения очень сильны. И в США тоже. Там, может быть, логически плохое отношение к России, как у нас там, прочее. Но они не испытывают глубокой ненависти к тому, что им кто-то мешает строить град на холме. Глубокой ненависти к тому, что кто-то по-другому живет. Потому что они на себе сосредоточены. И мессианство Трампа здесь опирается на более глубокие традиции. Но оно, в данном случае, другое и выплескивается во внешний мир другой политикой. И здесь, по поводу мессианства, конечно, мое мнение, это чисто спекуляция на политике. Понятно, спасибо. Процессы, наверное, если можно, я здесь продолжу. Процессы, на мой взгляд, неоднозначны. Потому что то, что мы говорили, что Америка впереди всех, это имперская, это империализм, если хотите. И в политическом, и в экономическом смысле. Понятно, что базирующиеся на военной мощи, на политической, экономической, опять же. Вот этих мощностей, которые никуда не денешь. Это действительно ведущая страна. Что касается различных слоев, посмотрите. Ведь последние бунты, которые мы видели, это бунты с левыми идеями. И, на мой взгляд, не все так однозначно в американском обществе. То есть, Black Lives Matter и так далее. Да, я имею в виду и эти вещи, и то, что происходило, скажем, на уровне политики. А, допустим, фигура Сандерса, который чуть-чуть не выигрывал. Я не буду говорить сейчас, почему, это отдельный вопрос. И мы уже ушли от этого, и Байден его переиграл. Мы должны констатировать реальность. Байден переиграл данного кандидата. Но ведь и второй раз. Я думаю, что в силу возраста, наверное, Сандерс там третий раз уже не будет соперничать. Ему сейчас уже достаточно много лет. Но придут другие люди, гораздо более молодые, и они будут эти левые идеи продуцировать. Более того, я бы обратил внимание на, если переводить на сугубо академические такие рассуждения, есть концепция Йохана Галтунга, который ее создал про закат Америки очередной, когда к власти пришел Джордж Буш-бладший. То есть закат Европы мало вам ученым, еще закат Европы в Америке. Да, нет, это же периодически происходит. Если вы обращали внимание, вот у нас был такой теоретик очень известный, как Панарин. Он говорил, что вот надо определить год, и все, не будет Соединенных Штатов. Здесь Галтунг делает очень пророческие такие заявления. Он говорит, если бы был другой президент, это времена Джорджа Буша-младшего, когда тот пришел к власти, то Америка бы, наверное, просуществовала и до 2025 года. Имеется в виду 2025. А поскольку он пришел, то все закончится в 2020. И вот это вот в самых Соединенных Штатах постоянно эксплуатируется. Так мы вот они. Да, вот посмотрите. Вот они, а гражданская война уже была упомянута. Понимаете, какие люди с имперскими настроениями выходят и вытаскивают из магазина телевизор. Это, извините, по-другому называется, и в любой стране наказывается уголовным кодексом. Да, они нашли уже словечко, да, лудинг, по-моему. Да, да, да. Вот поэтому можно сказать, что люди очень разнообразные, да, и социальные группы тоже разнообразные. С вашей точки зрения левые идеи в США имеют перспективы? То есть за Сандерсом пойдут молодые? Или на смену Сандерсу? Вы знаете, а это вот сложно. То есть они долгое время считали, что у них есть консерватизм, в том числе выраженный вот в, значит, республиканской партии. Там тоже есть свои оттенки. И есть либерализм, выраженный в демократической партии. А теперь оказывается, что демократы представлены достаточно значительной вот этой левой волной. Потому что вот эти бунты на улицах, ну, я не беру тех, кто действительно просто растаскивает там чужое имущество, да. Ну, вот это действительно люди достойные там осуждения, и там правоохранительные органы только должны решать эту проблему. Вот. А те, кто с идейными какими-то посылами выходят, я думаю, что просто это вот будет некая левая волна, внесенная в либерализм. Что это такое будет? Это очень сложно. Это очень интересный момент сейчас. Нет ощущения, ну, вот некоторые говорят о том, что все эти беспорядки там в различных городах, в Сиэтле главным образом, да, США. Это не выражение роста популярности левой идеи, а это политический механизм. Это такой трюк, который используют, попытались во всяком случае использовать демократы. Их политическая машина, не идеологическая, а политическая машина для того, чтобы окончательно добить Трампа, сказать, вот смотри, мало того, что у тебя ничего не получилось с экономикой, ее накрыло и нивелировало фактически все достижения предыдущего периода пандемии COVID-19, а теперь еще что у тебя творится на улице? Ну, Трамп там сопротивляется, говорит, ну, это же все улицы городов, где демократы правят, там, мэры, губернаторы. Я же говорю, давайте федеральные силы введем, но это как-то уже, так это все-таки рост идеи или это вот махинации такие? Грязная политическая игра, воспользуясь лексиконом советских времен. Да, я хотел как раз вот... Так? Да, да, вот эту как раз мысль вашу продолжить, коллега-то уже начал ее. Здесь тоже обстановка схожая с положением дел смессианства. Демократы вынуждены возглавить левое движение, но не можешь остановить, придется возглавить. А, вот так? Да, и республиканцы этого сделать не могут по определению. Демократ возглавляет, вот Наом Хомский поддержал демократов в последнее время. Из-за зеленого движения, со стороны зеленого движения, да? То есть разные есть левые силы, которые демократы возглавили. То есть Сандерс им выгоден. Они канализируют, то есть берут под наблюдение управление левое движение. Они его растопчут, естественно, когда нужно будет. Но сейчас оно выгодно используется в борьбе. Да, вот и движение черных будет растоптано, и движение левых будет растоптано, естественно, и антифа, и так далее. Вот просто те, кто идут сейчас за демократами, этого не понимают. А перспектив пока в данной обстановке, мне кажется, нет у левого движения. Понятно, спасибо. Я добавил, что, опять же, по моему впечатлению и убеждению, ждать каких-то движений серьезных политических снизу американского общества не приходится, потому что значительная часть этого общества абсолютно подвержена влияниям и манипуляциям. Ну, так же, как, наверное, и везде, и всегда. Но тут еще надо иметь в виду, что когда мы говорим о глобальном влиянии Америки, о каких-то глобальных целях, о каких-то целях, связанными с взаимоотношениями с другими странами, с другим миром, то надо иметь в виду, что американцы, они довольно глубоко погружены внутрь себя. И, как правило, рядовой американец не то что мало интересуется, он вообще мало понимает, что происходит вокруг мира. Поэтому со стороны рядового гражданина ожидать какие-то движения, влияющие на действия штатов во внешнем мире, вообще не приходится. То есть, они в большинстве своим за этим даже и не следят, и не интересуются. Им говорят, что вот есть интересы Америки, мы их соблюдаем, и все. Но они чувствительно относятся к тому, что происходит с закладными, с эпатемией, это все такое дело. Вот в связи с этим мы потихонечку завершаем, уже у нас там минут, наверное, 10-15 осталось в эфире. Давайте несколько частных моментов, просто вернемся опять на нашу землю. Вот понятно, да, в Татарстане тот нефть кормилица, в очень значительной части бюджета. Да и в России, как бы мы ни говорили, что действительно уровень нефтегазовых доходов растет, тенденция хорошая, правильно? Но по факту мы еще по-прежнему чрезвычайно сильно зависим от этого. Я рассматриваю просто один маленький сценарий. Вот буквально на два предложения. Байден становится президентом, Байден говорит Айаталам в Иране, что, ребята, тут Трамп погорячился, мы сейчас все это наладим, давайте вернитесь в улона ядерной сделки. А мы снимем или, по крайней мере, существенно облегчим бремя санкций, которые на вас наложены, а при Трампе усугублены. Помимо всего прочего, это будет означать, что иранские нефтяные компании получат дополнительный доступ к трубе. По некоторым оценкам выльется примерно 2-3 миллиона баррелей в сутки. Что будет с ОПЕК плюс, с Роснефтью, Татнефтью и так далее. То есть, вот какое давление, вот одно маленькое решение, ослабление санкций. Мы за мир, мы не хотим никого душить, мы ослабим санкции Корана. И вдруг получается, что это опять дубинка летит в нас. Что это влияет на наши доходы нефтегазовые. Ну, я не думаю, что американцы сейчас будут снова играть на понижение цен на нефть, будь то Трамп или Байден. Вот это интересный момент, будут или не будут. Они уже попробовали поиграться, закрыли половину своих сланцевых месторождений. И выяснилось, что они, в общем, ничего с этого не выиграли. Иран и Россия, они все там же стоят, на том же месте. Пока у нас есть Сечин, они ничего не выиграют. А вот их же верные союзники, Саудовская Аравия и страны Персидского залива, которые зависят от нефтяных цен в значительно большей степени, чем Россия. То есть, если мы от них зависим процентов на 30, если судить доли дохода в бюджетах, то они зависят на 90%. И они в результате предпочли договориться с Россией и Ираном, чем поддерживать авантюры американские, связанные с манипуляциями ценами на нефть. Поэтому я не думаю, что тот или иной результат... Что Ирану откроет краник? По крайней мере, я не думаю, что американцы будут в любом раскладе, кто выиграет выборы, что они будут действовать на понижение цен на нефть. Это не в их собственных интересах. Это понятно. Но есть, извините, перебиваю, мы тут о мессианстве немножко начали говорить, но Байден при всем том, что он кладезь оговорок, известен как абсолютно зеленый. Я не ислам имею в виду, а его приверженность идеи зеленой альтернативной энергетики. И за ним не стоят вообще ни Техас, ни кто, никакие нефтяники. И если он окажется, а он вполне может, мне кажется, таким оказаться твердым приверженцем идеи альтернативной экономики, возобновляемых источников, там бла-бла-бла, приливы, отливы, ну и проигнорирует он этот фактор падения цен на нефть. Если он является зеленым, он должен всячески будет способствовать росту цен на нефть. А с тем, чтобы альтернативные источники стали конкурентоспособными. Вы хотите сказать, что они будут финансированы? Они будут ограничивать тогда добычу и использование нефти для того, чтобы нефть стала слишком дорогой. И на этом фоне можно было выставить конкурентоспособные условия по альтернативной энергетике. Так, голосуем за Байденом. Альтернативная энергетика, ведь она и появилась, и по сути, начала расцветать, именно когда нефть стала стоить 100 долларов. И тогда выяснилось, что да, наверное, и ветряк это интересно, и солнечные батареи это интересно. Пока нефть стоила 20 долларов, никому в голову не приходило, что это было. Ну, в общем, да. Поэтому на понижение цен на нефть они играть не будут. С точки зрения экономики, в том числе и России, и Татарстана, самый худший вариант – это начало крупномасштабных беспорядков, которые обрушат американскую экономику. Потому что американская экономика является крупнейшим потребителем вообще всего в мире. Ну да. Причем потребителем, который потребляет больше, чем производит, покрывая этот дефицит печатанием долларов. То есть фактически Америка создает такой вот дополнительный глобальный инфляционный стимул для производства, для наращивания производства, для роста экономики мировой. И если вот этот стимул исчезнет, если Америка перестанет потреблять в том масштабе, в каком она потребляет сейчас, то все, кто так или иначе по цепочке работают на это потребление, они все понесут потери. В первую очередь страны, которые производят больше, чем потребляют, а это Россия в том числе. Это и Китай, и страны Юго-Восточной Азии, и Россия, Европа так-сяк, потому что там в Европе есть и те, и другие. Есть Южная Европа, есть Северная. А вот Юго-Восточная Азия, Китай, Япония, Россия, мы потеряем. Это вариант. Но мы потеряем опосредованно через наши кооперационные связи с европейскими странами. Через падение спроса в США, но мы-то с США нечем. А цены на нефть упадут. Вот тогда они упадут. Тогда они реально упадут. И цены на нефть, и на металл, и на лес, и на химические всякие... И на наше все. И на все упадут. На наше все. Вот это будет самый худший вариант. А Байден победит или Трамп, если это все пройдет мирно, и передача власти, или сохранение власти пройдет мирно, каких-то серьезных изменений ожидать в чисто экономическом плане сложно. Вопрос для тех. Недавний опрос одним агентством показал, что около 50% жителей Татарстана предпочли бы получать зарплату на валюте. Такой неожиданный результат дал опрос, кто бы мог подумать. Но тем не менее это так. Причем там 29% в долларах, остальные в евро, в юанях, по-моему, пока никто. Но я к чему об этом говорю? Вот для тех людей, которые хотели бы получать зарплату, вы на валюте. И может быть отчасти свои хотелки уже реализовал, у которых есть там какая-нибудь банка, там литровая, двухлитровая, или счет в банке долларовый. Исходя из вашего анализа, спасибо вам, кстати, за такой симпатичный разбор получился у нас, наверное. А доллар за 100 рублей – это что? Это реально, нереально? Это возможно? Вряд ли. Вряд ли. Греф говорит, рубль укрепится к концу года. Вполне вероятно. Греф – евангелист. Нет. Значит, фундаментально на данный момент никаких внутренних причин для изменения курса рубля, ну, по крайней мере, для снижения курса рубля, не существует. Да. То есть сейчас экономика России не находится в каком-то положении неустойчивом, чтобы рубль падал. Сегодняшний курс – это реальное выражение экономической ситуации в России, плюс та самая неуверенность, тот самый страх, который имеют участники рынка в отношении как раз-таки американских. Цена за риск, да? Да. Если выборы пройдут благополучно, я имею в виду, кого бы там не выбрали, все пройдет тихо, мирно, и все останется как есть, а Америка будет стоять на том же месте, где стоит сейчас, скорее всего, курс действительно укрепится. Рубль действительно укрепится. В этом смысле я поддерживаю господина Грефа. Я не думаю, что он укрепится там сильно, но он может показать положительную динамику. Если, как я уже сказал, выборы завершатся неблагополучно, то тут довольно сложно сказать, как отреагирует рубль. Скорее всего, произойдет вот что. Может произойти резкое снижение курса именно доллара по отношению ко всем валютам. Мы это уже месяц-полтора назад наблюдали, когда он присел ко всем мировым валютам. Да, да, то есть может произойти обрушение именно курса доллара, но при этом рубль по отношению к доллару он вырастет. Еще более. Нет, нет, по отношению к доллару он вырастет, но он может при этом упасть, скажем, по отношению к евро. Ну да. То есть он может показать разную динамику по отношению к разным валютам. Я запишу, буду торговать на кросс-курсах. Может быть, может быть. То есть в общем-то мы сейчас уже наблюдаем эту ситуацию, когда доллар упал относительно евро, и в какие-то моменты мы видим, что рубль укрепляется относительно доллара, но при этом подойдет относительно евро. Такая ситуация возможна. Хотя специально девальвировать доллар американцы не будут. То есть это может произойти только спонтанно из-за... А сам факт массированные эмиссии, это не фактор, способствующий девальвации валют? Да, но достаточно слабый фактор. Ставить своей целью девальвацию доллара американцы не могут себе позволить, ни демократы, ни республиканцы, потому что им этими долларами оплачивать закупаемые в мире товары. Им нужен дешевый импорт. Им нужен дорогой доллар. Как Россия, кстати. Для того, чтобы, поскольку мы говорим с вами, что Америка последние десятилетия живет вывозом капитала, так вот для того, чтобы покупать заводы, земли и все остальное за рубежом, и чтобы покупать за рубежом товары, нужен дорогой доллар. Окей. Поэтому специально они его девальвировать не будут. Спасибо, Анатольевич. Анатольевич, вы хотели что-то добавить к этому анализу? Нет, нет, я согласен. Просто дальше уже коллега осветил все вопросы. Все понятно. Хорошо, давайте, наверное, будем потихонечку подводить итоги. Тем более, последний анализ, который Игорь Анатольевич сделал, он должен всех нас успокоить. Меня, во всяком случае, он немножечко так привел в состояние душевного вранвесия, которого я был лишен до начала нашей сегодняшней программы, или отчасти лишен. Дай бог, чтобы все было хорошо, нам в пору сейчас, ну не сейчас, а кто где сможет, там взять и вознести молитву, вот Блесс Америка, да, чтобы у них там, после третьего ноября ничего не грохнуло, не шаркнуло, и не началась та самая гражданская война, которую ей, как мы уже говорили до эфира, предрек, в том числе, отбывающий 25-летнее заключение в США, наш соотечественник Виталий Буд, Виталий, по-моему, зовут, да? Виктор Буд, да, Виктор Буд, да, совершенно верно. Хорошо, последний вопрос, и вот давайте коротенькие ответы. Вот мы сейчас все говорим, там, Байден, ну не мы, ну и мы, и другие там обсуждают, что будет, что не будет. И две фамилии, Байден-Трамп, Байден-Трамп. Байден приходит к власти, рисует картину, не очень уж и гипотетически такую, отдаленную от реальности, да, об этом уже довольно многие задают с этими вопросами. Ему 78 лет, у него большие проблемы с когнитивными способностями, да, назовем его это мягко. А по законодательству США, если президент оказывается недееспособным, да, в силу там физической, ментальной какой-то там немощи и так далее, автоматически становится президентом, вице-президентом. В данном случае это госпожа Камила Харрис, да, отчасти афроамериканка, отчасти, по-моему, индианка там, ну, в общем, вот такая, первая женщина. И на нее пока никто не смотрит. Они никто не, ну, нет, ну, есть, конечно, люди, которые думают им по должности, там, они обязаны думать, они, наверное, уже всю ее биографию изучили вдоль и поперек. И я, откровенно говоря, плохо себе представляю, что будет в случае, если вот такой человек возглавит Соединенные Штаты. Это возможно с вашей точки зрения, вот по очереди просто? И что? Вот это вообще Джокер, да? Она кто? Она кто? Она вот левая там демократическая мессианка. Она решила, по-моему, никто ничего пока внятно не может сказать. Да? Да. Ну, мне кажется, это учитывалось, представляется, когда Байдена выдвигали такое положение. То есть она будет... Что она может стать. Она может стать, да. То есть, извините, что перебиваю, учитывалось не то, что она полезна для Байдена, как представитель вот целого набора, да, как сейчас шутят, и говорит, если ты хочешь куда-то пройти, ты должен быть черной, одноногой лесбиянкой. И тогда все будет хорошо. Да. Да? То есть она вот не по этому набору? Нет, нет, не по этому. Она даже, могу сказать, представляется, что она и сейчас, в настоящее время будет значительную часть власти на себе нести при таком Байдене. При таком Байдене. Вот это хорошая оговорка, да. Если же Байдену будет похуже со здоровьем, дай Бог здоровья, то перехвата власти не будет. За Байдена топит. Да, ну просто как человека, пусть он будет здоров. Еще одна хорошая оговорка. Как человека. Да, демократическая власть будет продолжаться, осуществляться тем же способом совершенно. То есть ничего совершенно не изменится. Вообще. То есть на самом деле будет стоять хоть за Байденом сейчас, хоть за Камилой Харрис, в случае чего там, дай Бог, Байдену здоровья как человеку, не как политику, как человеку. Вот. Все равно будет стоять за спиной либо Байдена, либо Камилы Харрис. Вот эта вот машина, да, с четко выраженными, с формулированными интересами, которая будет их продвигать. То есть с этой точки зрения, да, Андрей Георгиевич, вы согласны с этой оценкой? Вы знаете, мне представляется, что американская демократия, вот, и вообще американская политическая система, если брать широко, да, она базируется на устойчивости институтов. Институты достаточно устойчивые, да, люди в этом плане вторичны. Вот на постсоветском пространстве мы знаем, что очень часто господствует другая закономерность. Да, я думаю, либеральное крыло нашей элиты российской все время талдочится, нам нужны институты, нам нужны институты. Вы знаете как? Потому что, как вы сказали, личность в этом случае становится вторичной. Вот, они об этом очень много говорят, вот, если вы говорите о либералах, да, но ничего не делают в плане того, чтобы были, да, вот эти институты, один из которых меняет другой, и от личностного фактора зависит, ну, минимально. Вот, я понимаю, что... Вот, вот, я все время... Всегда все зависит от человека, но... Извините, я все время на всякий случай подталкиваю к оговоркам, потому что могут по-разному понять, и когда человек услышит, что, а, институту создадим, личность пофигу. Нет, имеется в виду, что от личности не будет зависеть решение вопросов, которые должны решаться на институциональном уровне. Если уж победит Байден, то я думаю, что он всем покажет, ну, вот, никому он свое место не уступит. Вот, но это в случае, да, победы, потому что у американцев непонятно, как мы знаем, да, до самой последней минуты, да, несмотря, там, на данные социсследований, сообщения с МИИ, там, ну, и прочие комментарии, там, всех аналитиков, экспертов. Вот, поэтому, ну, здесь поживем, увидим. А, во-вторых, ну, а что, собственно, странного такого, да, вот, там, лет 15-20 назад мы смотрели, когда чернокожий американский президент, да, управлял Соединенными Штатами, и мы думали, ну, это же реальность художественных фильмов, да, а потом был Барак Обама. То есть мы этот период даже все прожили, поэтому неудивительно, если появится женщина, и в ней будет намешано много кровей, да, вот, а то, как строила свою стратегию партия, когда выдвигала, я думаю, что они все-таки учитывали, да, что нужно играть на все слои электората, потому что мы вот совершенно упустили из виду сугубо такой технологический, да, вот, а сейчас отрабатывают, вот, оба кандидата, да, они отрабатывают вот эти 10%, вот эти 5%, и вот эти 7 нам тоже очень нужны. Конечно. Вот, ну, что... Они совершенно в духе Советского Союза действуют. Каждый человек нам интересен, каждый человек нам дорог, как бы успешно. Поэтому мы во многом на них похожи, да, вот институтов, правда, не хватает, а так-то, в общем, ничего, да. Огромное спасибо вам всем за участие, а главным образом за то, что вы облегчили тревожное настроение, которое, согласимся, все-таки существует по этому поводу, да, что будет с долларом, что будет с рублем, на что мы будем, как принято говорить в некоторых кругах, кушать, да, вот, на чем мы будем ездить. Я хочу только напомнить, что сегодня у нас обсуждался, да, для тех, кто, может быть, смотрит не сначала, или, может быть, просто не совсем понял, зачем мы здесь собрались, мы обсуждали грядущие выборы президента Соединенных Штатов, точнее, то, каким образом они могут повлиять на нашу с вами жизнь и на жизнь нашей страны в целом, и на взаимоотношения, на движение, на динамику отношений во внешнем мире. И в студии сегодня были доктор наук, заведующий кафедрой конфликтологии, института, такое длинное название у всех институтов, социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета Андрей Георгиевич Большаков, доктор экономических наук, профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов, Института управления экономикой и финансов КФУ Игоря Анатольевич Кох, и кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений, соотнородных международных отношений Дмитрий Михайлович Каламец, спасибо вам огромное еще раз, А я Юрий Алаев, спасибо вам за внимание, уважаемые зрители, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин